Всем привет, вы на канале CryptoCommons и я хочу сегодня посмотреть на биткоин, немного отдалившись. Понятно, что всех интересует, что происходит в данный момент. Вроде бы мы растем, но при этом у нас тут уже наблюдаются медвежьи дивергенции на 4 часах, да, и пора бы уже, как говорится, и корректироваться. Начать с другой же стороны, если мы отдаляемся, мы смотрим, ага, мы все еще можем хорошенечко помпануть куда-нибудь 1000 на 30 с чем-то перед тем, как начать корректироваться. И это может быть быстрая коррекция с последующим отскоком и пробоем. Короче, тут надо понимать, что насколько, короче, это ралли не фейковое. И давайте попробуем разобраться вместе в этом вопросе. Если вам не безразлична крипта, обязательно ставьте лайк, проверьте подписку на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео и погнали! Собственно, ребята, биткоин сейчас у нас тестирует довольно-таки ключевой уровень предыдущей поддержки и нынешнего сопротивления. Как вы можете видеть, это уровень приблизительно 30 тысяч, но немного не доходя до него там 29, да, скажем, это на самом деле зона. Это на самом деле зона более широкая, вот такая скорее 29-33 тысячи, в которую сейчас биткоин входит, смотрите, и стучится. Безусловно, здесь есть какое-то некое серьезное сопротивление. Опять же, я говорю, медвежьи дивера, там локально перегруженный RSI, свидетельствует о том, что уже, манифига себе, в принципе, со дна помпанули на 85%. Нормальный такой рост, да, и в прошлый раз, если вы посмотрите, мы скорректировались по Fibonacci практически точно до 0.61,8, до золотого уровня, уровня золотого кармана, и отскочили оттуда. И в следующий раз можно ожидать чего-то такого же, даже скорее того, что мы отскочим раньше, от какого-то 0.5 уровня. Вопрос только в том, где будет этот локальный хай, от которого мы будем отскакивать. Скажем, если на вскидку сейчас взять, что он будет, грубо говоря, где-то на 35 тысячах, допустим, или 36, то, соответственно, откатить мы тоже сможем до 0.38, или даже, может, до 0.23, и оттуда пойти наверх. Потому что парабола обычно ускоряется, и сейчас то, что мы наблюдаем, больше похоже на движение по экспоненте. Но тут возникает вопрос, а действительно было ли это дно вообще, в принципе, и все, и мы не уйдем уже ниже, или мы пойдем еще все-таки тестировать новые лои, потому что многие этого ждут. Либо даже, если не новые лои, то хотя бы мы спустимся куда-то на некое двойное дно, там ниже 20 тысяч долларов, обрисуем, и после этого только пойдем на разворот уже, потому что до халвинга это еще, в принципе, практически год. То есть имеет смысл, имеет смысл такое опасение. В принципе, мы видели подобное вот здесь, то есть у нас было ралли, потом мы упали и снова отскочили. Давайте вспомним, что индикатор P-Cycle Bottom отсигналил нам, что это дно еще на 20 тысячах, вот здесь. И он написан по прошлым двум разам, соответственно, здесь он сигналил вот тут, и на другом графике, на битстамповском, где есть более долгая история, он также сигналил, соответственно, вот тут. Ну, точнее, он был написан по этим двум донным значениям. Так же, как и P-Cycle Top был написан по вот этим вот вершинам, и он прекрасно отсигналил вот эту вершину, которая была чуть ниже, чем 69, но тем не менее, спустя уже весь этот медвежий рынок, понятно, что именно это был пик, нежели вот это. То же самое здесь, он показал дно чуть раньше, чем мы, чуть раньше, чуть выше, чем мы опустились в итоге, но это все была зона дна потенциального. То есть сейчас мы выходим из нее. И посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас как раз эти два мувинга, которые, собственно, определяют этот индикатор, это 471-й SMA и 150-й EMA, они сейчас пересекаются. То есть смотрите, дно происходит, когда они пересекаются в обратную сторону вот здесь, но потом они пересекаются обратно, как вот здесь было дно. И что произошло вот здесь, когда они пересеклись? Вот здесь, когда они пересеклись снова, вы можете видеть сами, началась, ребята, экспонента. Посмотрите, был небольшой откат до сетки EMA Ribbon, тоже все обосрались. И после этого мы улетели, биток улетел с 5000 на 14000 долларов, в три раза почти. Сейчас то же самое происходит, смотрите, происходит откат к сетке. Мы можем упасть все еще куда-нибудь на 25-26 тысяч, в теории заколоть, но можем и не упасть. На 4-часовом таймфрейме мы уже тестируем сетку EMA Ribbon и потенциально можем от нее отбиться. Поэтому сейчас для краткосрочных трейдеров, я думаю, нужно смотреть за вот этим вот уровнем. Это 27 тысяч долларов. Если мы его удерживаем, можно лонговать дальше на пробой, аккуратно, конечно же, ограничивая риски. Потому что могут сквизануть и после пробоя, и потом отскочить. Но если мы не удерживаем, соответственно, смотрим за дневной сеткой EMA Ribbon, которая сейчас находится примерно вот в районе 25-900 и нижняя граница 24 тысячи долларов. Вот эта зона, если мы туда упадем, будет идеальная, конечно, для аддона Бора Лонгов. Потому что туда, скорее всего, если сквизанем, то отскочим резко. Но это мое лишь мнение, не финансовый совет, дисклеймер. Что по альткоинам? BTC доминация прет наверх, посмотрите. Что говорит нам о том, что альткоины затормаживают за ростом биткоина, то есть растут медленнее. Но при этом мы видим, что многие альты опережают биток. Как это так, спросите вы? Да просто куча щиткоинов, которые уже были переоценены в этом цикле, сейчас падают. Но нормальные старые альты, посмотрите, лайткоин к битку, вот начал расти, кстати, после коррекции. Он в целом-то отрос, посмотрите, лайткоин к биткоину отрос на 194%, на 200% почти. Но после этого скорректировался сейчас. В моменте мы говорили о том, что он очень перепроданный. Вот он падал до 62% все равно в плюсе держал за этот год без малого. И он сейчас попрет дальше просто, понимаете. Вот сейчас он все еще на 100% от этой точки входа, которая была, кстати, на желтой точке, на дневном сайфере была желтая точка. Посмотрите, как полетел лайткоин. И сейчас многие альткоины из этой дневной перепроданности просто отскакивают и начинают, скорее всего, переписывать свои локальные хаи. Поэтому и лайткоин, и дэш я лично держу лонги, друзья мои, на нашей любимой бирже Bybit, ссылка на которую в описании. Я стою в лонг по лайткоину, догрузился на прибыль. По XRP, посмотрите на XRP. XRP все еще удерживает 0.38 фибу. И похоже, что Tuzamun немного откладывается, но он все равно произойдет в какой-то момент. Даже если сейчас XRP заколит 0.5 фибу, он потом произойдет. Вот что произойдет, на мой взгляд. Но, дисклеймер, ребята, это всего лишь мое мнение, я могу ошибаться. Рынок может пойти не туда, надо это понимать и быть готовым ко всему. По TRDR пока больше не было сигналов, кроме того, что здесь были очень сильные покупки. И, как видите, мы удержали этот уровень, ниже не ушли. Если сверху появятся продажи, я об этом сообщу в Telegram канале. Обязательно подписывайтесь на наш Telegram, друзья, чтобы не пропускать важные апдейты. Эфир к битку все еще очень перепродан на дневке, посмотрите. RSI рисует потенциальное двойное дно. В виде W. То есть он все еще ниже 30. Ребята, эфир к битку, на мой взгляд, это заходной в лонг. На мой взгляд, это заходной в лонг. И если будет пробитие лоев, я думаю, это еще лучше даже будет для захода в лонг. Потому что эфир к битку, конечно же, еще себя покажет, ребята. Но, несмотря на то, что это скамовый эфир, на самом деле лучше покупать эфириум классик. Потому что эфириум классик, друзья, это настоящий эфир. И то, что эфириум классик так дешево стоит к эфиру, это просто какой-то паноптику. У него, кстати, желтая точка. По эфириум классик на дневке желтая fucking точка. Ребята. Так что, to the moon. Но дисклеймер, не финансовый совет. Об этом всем в следующих выпусках. Всем про фитроли. Спасибо, что посмотрели. И до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok